Доброе утро! На первом канале включение с северной столицы. В Петербурге настало время читать. Крупнейший книжный салон северо-запада начал свою работу на берегах Невы. Об этом и других событиях культурной жизни северной столицы расскажем прямо сейчас. За 8 лет работы Санкт-Петербургский международный книжный салон стал значимым и уже традиционным событием в жизни города. На этот раз более 150 издательств представляют на суд публики несколько десятков тысяч книг с самой разнообразной тематики. Это бывает. Уже пользуешься популярностью издания, достаточно интересной, как художественная литература, так научная, техническая, книги, альбомы, открытки. Я думаю, что каждый найдет что-то для души. Ну и, конечно, детская литература. В программе книжного салона более 150 мероприятий, среди которых не только встречи с писателями и открытые уроки, но и обсуждение наболевших вопросов книжного рынка. В Манеже на Исаакиевской площади салон будет работать 4 дня с 25 по 28 апреля. В этом году вход для всех посетителей бесплатный. Еще одним событием в жизни книжного Петербурга стало открытие на берегах Невы после долгого перерыва магазинов дома книги. Даже сегодня век интернета, различных так называемых гаджетов, книга все-таки остается очень важным инструментом воспитания и в первую очередь духовно-культурного становления человека. При содействии правительства северной столицы старейшая книготорговая фирма города была выведена из кризисного положения. Сразу три магазина этой книжной сети начали работу на Литейном и Лиговском проспектах. Мировой культовый мюзикл «Бал вампиров» возвращается в Петербург. С 26 апреля по 5 мая нашумевшая постановка вновь на сцене театра музыкальной комедии. Масштабный проект, который поставили в северной столице больше года назад, неизменно собирает аншлаги. По большому счету это сказка. И Роман Поланский просто высмеивает все это в своем фильме, потом высмеивает это все в мюзикле. Для меня нет ничего такого мрачного, страшного. Хотя перед премьерой многие говорили, что в театре мрачная атмосфера, гробы вокруг. Но на самом деле это все интересно, адреналин. Но ничего такого страшного и мрачного в мюзикле нет. В мюзикл не приглашали звезд первой величины. Все артисты проходили кастинг на общих основаниях. Однако в конце прошлого года постановка стала лауреатом высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотого софита». Этой весной признание стало общероссийским. Мюзикл завоевал «Три золотые маски». Спектакль победил в номинации «Мюзикл оперетта». Наградами отметили лучшую мужскую и женскую роли. Более двухсот оригинальных костюмов, 75 смен декораций за время представления. Все это бал вампиров. Не просто мюзикл, но спектакль, который ставит перед зрителем не самые простые вопросы. Необычная премьера состоялась в кинотеатре «Аврора». 22 апреля на большом экране зрителям предложили видеоверсию опереты «Веселая вдова». Самая известная оперета Франца Лигара в постановке венгерского режиссера Микло Шесенетара в исполнении петербургских артистов теперь доступна для просмотра миллионам зрителей России и стран СНГ. Сама идея родилась давно, потому что было такое желание объединить театр и кинотеатральный опыт. Это немножко другое ощущение, потому что это, в отличие от похода в театр, все-таки специальная съемка для большого экрана. Виды какие-то детали, какие-то эмоции актеров, что было, например, для артистов достаточно сложно с первого раза, потому что привычки играть на крупный план, скажем, нету и так далее. Но все, мне кажется, получилось здорово. Санкт-Петербургский малый драматический театр продолжает экспериментальный цикл для тех, кто не спит. В воскресенье 28 апреля в нетипичное для театров время, 21.30, зрителей ждет постановка «Он в Аргентине». Неформальная обстановка будет предложена зрителям еще до начала представления. В небольшом по продолжительности спектакле играют две актрисы – народные артистки России, лауреаты государственных премий Татьяна Шестакова и Татьяна Щукова. Но главное заключается в том, что новый формат «Спектакль после спектакля» позволит всем зрителям по-новому взглянуть на театр и его актеров. Тимур Мамонов, Антон Голубев, Владимир Пивнев и Валентина Говорушкина. Первый канал Петербург. Резь Татьяна pisthед화 «Привет, geral, бишь?» Петербург! «Привет, герои!» Субтитры создавал DimaTorzok